Мемориал на улице Ковельской в Бресте, где в годы войны располагался лагерь «Ревирс», сегодня стал местом торжественного перезахоронения останков 96 бойцов Красной Армии. Символично, что произошло это в канун Дня памяти неизвестного солдата, который отмечается 3 декабря и призван увековечить воинскую доблесть тех, чьи имена остались неизвестными. Наша задача – увековечить их память, восстановить те имена, именно бойцов, которые положили свои головы во имя свободы и мирного неба над головой наших жителей, нашей страны в целом. Поэтому наша задача – передать молодежи в целях патриотизма, в целях примеров героизма бойцов Красной Армии, показать, что вечно живет память о тех людях, которые помогли нам жить в мирное время. Кто не помнит прошлого, у того нет будущего. Отдать последние почести воинам стало возможным благодаря кропотливой поисковой работе, которую практически круглый год ведет 52-й специализированный батальон Министерства обороны Беларуси. В Бресте им помогали военнослужащие 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады. На территории воинской части и лагеря «Ревир» были найдены останки 94-х воинов. Идентифицировать удалось только 11. Их имена будут выбиты на новой мемориальной плите. Проскопки будут дальше продолжаться. Это не крайнее перезахоронение. На территории бригады, где располагался и 4-й форт, и был концлагерь, еще находятся в земле люди, которые не перезахоронены со всеми положенными воинскими почестями. И, соответственно, работа будет продолжаться, она будет вестись постоянно, пока мы не придадим земле крайнего нашего солдата. Сегодня в братской могиле «Ревира» похоронено порядка 2,5 тысяч бойцов и офицеров Красной Армии, замученных и умерших с июня 41-го по май 42-го года. Мемориал находится под постоянной опекой Брестского областного объединения профсоюзов. В 2015-м здесь установили памятный знак и ежегодно проходят траурные мероприятия. Вместе с тем точное число захороненных в «Ревире» до конца не установлено. Вместе с останками 94-х бойцов, найденных поисковиками, сегодня в «Ревире» нашли упокоение, неопознанные останки, переданные силовыми структурами, и два воина, найденные активистами молодежного патриотического центра при реконструкции парка «Тысячелетие Бреста». Во время эксгумации были обнаружены остатки винтовки СВТ-40 у бойцов. И мы сделали такой вывод, что погибли они, скорее всего, в результате отражения уже танковой атаки, потому что черепа были сплющены, раздавлены, и останки расположены так, что видно, что на них просто в ячейки задавили, и танк развернулся. Это новая страница в истории нашего города. У нас всегда считалось, что оборонялся только военкомат, Брестская крепость, ЖД-вокзал. Здесь в парке «Тысячелетие» ребята стояли не на жизнь, а на смерть. Ирина Ольшова, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БОК-ТВ.